Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Семья Колесниковых. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Ну а также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши хорошие, добрые, веселые, интересные комментарии. Ребят, огромное вам спасибо за вашу поддержку. Ну что, друзья мои, вот так получилось, да, у меня последние дни совсем не было времени. И был, собственно, и выходной у меня, и в пятницу, и вчера я почти не делала обзоры. И накопилось у меня, так скажем, несколько роликов о Колесниковых, которые я не смотрела. Да, сейчас мы с вами будем продолжать обсуждать как раз-таки ролики семейства Колесниковых. Вы знаете, вот честно, я уже высказывалась относительно ситуации в больнице, да, относительно предыдущего ролика Светки, где она просто обхаяла абсолютно все, рассказывая, как там ужасно, как там, вы знаете, вот ничем не кормили. И, значит, котлеты-то там вообще из хлеба, да. Ну а дома-то, конечно, они же привыкли исключительно только к свининке, да к говядинке. Естественно, друзья мои, понятное дело, да, там дома едят исключительно только мясо, да. И макароны были никакие, запеканка была ужасная, ребят. Светка только забыла добавить, что дома ее дети, как правило, жрут пустые макароны и пустую картошку. И, собственно, больше ничего. Да-да, к этой теме мы сегодня еще непременно вернемся. Ну, когда она начала обсирать, да, да как тут холодно, и вот ребенка тут заморозит, и еще, не дай бог, что-нибудь, тут какое-то воспаление легких. Светка, вы своих детей уже всех заморозили дома, сидя, где у вас действительно нет никакого тепла. Еще раз хочу сказать, у нас в медицинских учреждениях, в больницах топят всегда хорошо. У нас во взрослых больницах топят хорошо настолько, что зимой мы всегда в больницах открываем окна, потому что там дышать нечем. Про детские отделения я уже даже не говорю. Поэтому рассказывать сказки, да-да, я там тоже, собственно, видела, не знаю, кто где там находится. Может быть, кто-то пишет там из соседних государств, да, которые даже знать не знают, как и что у нас в больницах происходит. И я хочу сказать, что и кормят у нас в больницах абсолютно нормально. Да, конечно, это не домашняя еда, но вы меня извините. Если сравнивать с едой семейства Колесниковых, то кормят там просто от пуза. И Светка, собственно, жрала всегда в три горла и была достаточно довольна. Но Светке ж надо обосрать все чужое и рассказать, как дома прекрасно готовят Светик, да, друзья мои, представляете? Вот уж точно чья бы мычала, Светкина бы в этой ситуации вообще бы молчала. Ну и, собственно, для нас с вами не в новинку, да, они сами похерили всех своих детей в плане здоровья и опять уже сидят, все сваливают. То есть не Лешка виновата, не Светка виновата, что они переехали из дома, да, переехали вот в эту ужасную квартиру, где нет отопления, да, заморозили там всех своих детей, дети там стали болеть. Ефремка вообще бедный несчастный слег окончательно, как говорится, да, и надолго и так далее. Еще и в больницу попал, еще никак не мог выкарабкаться бедный ребенок, да. Но, конечно же, в этом виноват кто угодно, только не родители, да. Родители вообще Колесникова ни в чем, нигде не виноваты. В общем, друзья мои, уже на следующий день Светик снимает из больницы, да, из больничной палаты и показывает нам практически абсолютно голенького Ефремку, да, да. Уже тепло стало в палате, представляете, чудные дела, да. Уже прямо солнце светит, Светка говорит, вот он принимает солнечные ванны. Лежит при всем при этом Ефремка в одном памперсе, ну, а Светка, трогая ребенка за тело, говорит, ой, вот все время, все время мокрый ребенок, вот мокрый, смотрите, вот весь типа, вот мокрый. Мокрый, да, Светка, ты знаешь, вот представляете, ребят, что дома он у нее лежал, да, вспотеет, как говорится, и вместо того, чтобы его как-то все равно укутать, накрыть, да, ну, не дай бог, что какой-то там ветерок, кто-то там дверь в палату откроет там или еще что-то, да, мало ли что, да. Нет, нет, а Светка даже не думает об этом, так же, как лежал у нее собственный ребенок в памперсе, так он у нее в памперсе и лежит. Что хочу особо отметить, я уже об этом миллион раз говорила, но еще раз скажу, какую изображает из себя Светка мать-перемать. Какая она молодец, как она занимается детьми, какая вот она прямо там с ним угукает и улюлюкает и разговаривает, да, Света, мы видим прекрасно, какая ты в больничной палате при, так скажем, посторонних людях и какая ты дома. Абсолютно безразличная к этому ребенку, которая даже внимания своему ребенку абсолютно не уделяет. Далее, друзья мои, уже картина маслом, очередной ролик, ребенок сидит у Лешки на руках, ну и, конечно же, все дети уже дома, да, в этой своей квартирке, значит, да, все столпились вокруг папки, ну и все подыгрывают папки, все начинают смеяться. Папка скажет какое-то слово, обращаясь к Ефремке и тут же га-га-га, гы-гы-гы, хы-хы-хы, как интересно, как смешно, ну да, действительно. В общем, что, Лешка рассказывает, говорит про Ефремку, мол, вот приехал, уже отвык от нас, уже, говорит, не привык, поначалу, говорит, увидев нас и увидев, значит, квартиру, даже заплакал. Леш, ты знаешь, мне кажется, не только маленький ребенок может заплакать, увидев ваше вот это вот убожество, вашу серость и вашу вот эту вот просто ужасную жизнь, да. Мне кажется, тут заплакать может любой абсолютно человек, и даже Ефремка, да, несмотря на то, что он маленький ребенок, он уже понял, в какую, собственно, в какую жизнь, да, он попал, каким горе родителям он попал, в какие условия. И там, как ни крути, в больничной палате, да, и, собственно, и лежал там нормально абсолютно, а здесь брошен будет, опять же, друзья мои, неизвестно где, неизвестно как, неизвестно в каких тряпках, на каких простынях, да. Ну и, понятное дело, испугался всего этого колхоза, все как налетели, все начали галдеть. Бедный ребенок, видимо, уже понял действительно, куда он попал. Далее, далее я смотрю, Лешка рассказывает о том, что вот, мол, говорит, обратите внимание, щеки-то какие себе наел. Мол, типа, аппетит у него хороший. Ребят, вот если обратить внимание на Ефремку, внимательно, да, посмотреть на него, то там как раз-таки очень четко видно, что ребенок весь, ну, настолько бледный. Вот он не только бледный, он прям бледный какого-то даже вот синюшного цвета. Ну, нездоровая вот эта вот бледность, это явно, да, ничего хорошего в этом нет, но Лешке хочется показать, что смотрите, мол, типа, все хорошо. Вот, говорит, он нормально дышит, хорошо, он не сопит, все у него нормально, все его вылечили. Оказывается, вылечили, вылечили, да, собственно, и не довылечили, да, да, Лешке-то, собственно, какая разница, как он дышит и как он сопит. Они, по большому счету, особо и не чухнулись, когда с Ефремкой начались, у Ефремки начались проблемы со здоровьем. Ну, и как всегда, Лешка рассказывает, дети гогочут, тут же, да, смеются, прям так весело, прям так смешно, папка сказал слово, значит, надо по команде срочно всем гоготать. Далее, друзья мои, картина маслом, смотрю, делают ингаляции, представляете? Ну, и Светка рассказывает, да, делаем ингаляции, пока, говорит, нас из больницы еще не выписали, но, говорит, мы еще там в пятницу поедем, говорит, на рентген, надо будет проверить, все на свете, как, чего туда-сюда. А я, знаете, вот на что обратила внимание, на то, что ингаляции ребенку маленькому делает маленький ребенок, делает, друзья мои, Виталинка, представляете, которой всего-навсего 10 лет. То есть не мамка Светка, которая должна это делать, да, эту процедуру, а занимается этим 10-летний ребенок. Свет, а у тебя вообще все дома, мне хочется у тебя спросить, ну, неужели ты не в состоянии сама взять и сделать ингаляцию своему ребенку? Ну, неужели ты чем-то таким прямо серьезным занята, что прямо вот это важнее здоровья твоего ребенка, который не может уже выкарабкаться из этого состояния, уже который, как говорится, месяц, да, и страдает и так далее. Не, ребят, ей плевать. Она будет заниматься чем угодно, абсолютно чем угодно, лишь бы только не находиться рядом с ребенком. Ну и, да, кстати, что хочу сказать, папа Леша тоже такой, знаете, молодец, тоже такой же позер, тоже такой же любитель поработать на публику, как и Светка. Вот, когда он схватил ребенка в начале ролика, там, да, мы так его ждали, он приехал и так далее. Да, Леша, мы видели прекрасно все твое отношение к этому ребенку. Когда Светка бегала с этим больным ребенком на руках, а ты вместо того, чтобы жопу свою посадить в свою машину и отвезти ребенка больного, да, в поликлинику или в больницу, ты в это время сидел дома, как говорится, ползал в социальных сетях, ни черта не делал. Далее, друзья мои, Светка рассказывает, вот, мол, пока мы тут, значит, сидим, папа там, говорит, в комнате шпаклюет. Ребят, я просто валяюсь. Нашел время, когда заниматься вот этой вот грязной, пыльной работой, да. Нет бы все это дело сделать, пока Светке с ребенком не было дома, но ведь можно было это сделать, да. Можно было спокойно, дабы ребенок всей этой гадостью не дышал. У него и так большие проблемы со здоровьем. Ну, нет, 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 надо прям вот посрочно вынь да положь в тот самый момент, когда ребенка привезли домой. Далее, Светка рассказывает, что мы находимся, мы дома, говорит, но мы под наблюдением врача. Ну, мол, так хорошо, что мы дома. Ой, говорит, дома так хорошо. Ой, дома, говорит, мы так соскучились. Ой, я, говорит, так соскучилась по помидорам, по огурцам. Я так соскучилась по свежим салатам. И еще, говорит, я очень соскучилась по мясу. Свет, надо же, как интересно. То есть у вас, получается, когда-то вообще-то бывает мясо, да, оказывается. Ну, дети-то ваши не любят мясо, да, собственно, так же, как и дети у Поберухи, как и у детей у Бровченко, да, точно так же и у вас. Все вкусное любите только вы с Лехой. Да, я не удивлюсь, что мясо вы пожираете у себя в спаленке и паленке, дабы, так скажем, ни с кем больше не делиться. Вообще, Светка, не смеши народ. Огурцы, помидоры, видели мы все, твое меню бесконечное. Одни пустые макароны. На этом все. Ну, немножечко-немножечко салатика, да, огурцы, помидоры, опять же, опять же, да, то есть по две ложки буквально каждому. Ну, вы меня извините, такими порциями точно наесться нельзя. Ну, а мяса там отродясь не было, а когда и готовит Светка какие-то там непонятные котлеты, то там 10% там какой-нибудь курицы или какого-то мяса и 90% оставшиеся это какие-то овощи, кабачки, картошка, все что угодно, кроме мяса. Мясными котлетами там никогда в этом доме даже близко не пахло. Далее, друзья мои, хозяйка от слова худо решила нам продемонстрировать, что же она приготовила, дабы накормить свое многочисленное семейство. Ребят, не упадите в обморок. Приготовила брокколи с яйцом, как она сказала, брокколи с яйцом, да, с таким, причем, знаете, это Светка сказала с таким вызовом в голосе, словно она приготовила, знаете, как на Маланьену свадьбу огромное количество блюд, вот ходи и выбирай кто что хочет, да. А тут всего-навсего приготовила брокколи с яйцом, вы представляете, что это такое, да, просто вот-вот, по сути, да, яйца, да, то есть каждому по кусочку, причем по маленькому кусочку, там уже все это было порезано, и совсем там немножечко салата, огурцы, помидор. Свет, ты прикалываешься? Ты правда считаешь, что таким количеством еды дети должны наесться, а где мясо, про которое это нам все уши прожужжало, еще в больничной палате, и здесь рассказывай, как ты по мясу соскучилась. Да хочу, что не приготовила мясо. Ну, не знаю, ребят, последний ролик еще не смотрела, может быть, там Светка удосужилась приготовить, знаете, нажарить котлет огромное количество, да, или запечь котлеты в духовке. Может быть, наделать каких-то там целую гору отбивных, почему целую гору, ну, потому что народу у них в семье полным-полно, да, или там замариновать мясо, приготовить какие-нибудь вкусные стейки, да, или тот же шашлык дома, да, что угодно, собственно, можно было бы приготовить, да, опять же, все все прекрасно понимают. Можно и запечь мясо в духовке, да, сделать вкусно по-болгарски, по-чешски, по-французски, как угодно, как говорится, кому как нравится. Но даже близко мяса я не обнаружила. По кусочку вот этого, значит, яйца, да, с брокколи и по две ложки огурцы с помидорами. Зашибись. Мне интересно, через какое количество времени дети опять захотят есть? Да через час уже захотят конкретно, да, если не раньше, друзья мои. Далее. Далее Светка снимает вид сзади Лешку, своего любимого. Видимо, Светка как раз-таки к нему рвалась, да, бежала, друзья мои, по снегу белому за своим как раз-таки вот этим вот любимым супружником. Вид сзади Светка нас впечатлил. Обязательно было снять Лешку с такого ракурса, где у него, знаете, вот так вот болтались на пятой точке штаны, так, словно он в них навалил за последние три дня и памперс даже не поменял. Ну а далее, друзья мои, что еще там показывает нам? Показывает, что же там выдали, значит, Ефремке, пока они там лежали в больнице. Вы знаете, в этом вся Светка. В этом вся Светка. То есть брать они все абсолютно берут, да, при этом больницы плохие, там все плохие, туда-сюда, все плохие взяли. Чего взяли, сама не знает. То ли, говорит, это на Рождество, все перебрала, все праздники перебрала, то ли на Крещение, то ли на Рождество, то ли на Старый Новый Год и говорит, ай, да ладно, и не важно, и вообще не имеет значения, да, вам лишь бы на халяву. Вам действительно не имеет значения, откуда что пришло, да, в связи с какими, как говорится, праздниками, да, вас вообще с чем-то поздравили и что-то вам подарили. В общем, друзья мои подарили там игрушечку Ефремке, да, ну там всякие мелочевочки такие, но уже эти мелочевочки мелкая на себя уже понацепляла, уже, значит, там половину уже похерили. Короче, у них все как обычно, друзья мои, все как обычно через одно место. Ну, Алешка констатирует, что вот, мол, все хорошо, Ефремка уже тут ко всем привык, да, Светка говорит, что Ефремка привык, все у него хорошо, все у него замечательно. Ну что же, посмотрим, насколько этого хорошо, хватит, друзья мои, да, продолжение, как говорится, следует. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока и, конечно же, до новых встреч!